25 миллионов выходного пособия. Ведущему телеканала Fox News Биллу Орайли обеспечена комфортная пенсия. Икону американских консерваторов уволили после того, как пресса раскопала подробности секс-похождений звезды и сведения о миллионных компенсациях жертвам Орайли. Запахло потерей рекламных прибылей. Фокс выдал своему ведущему золотой парашют. Забавная деталь, Билл Орайли получил широкую популярность у консерваторов во время освещения скандала с Моникой Левинской. Ежевечерни в 1996 году Орайли клямил позором Билла Клинтона за его неподобающие связи с практиканткой. Нарочитый моралист, как это часто бывает, сам не без греха. Неприглядный облик консервативного телеканала довел до точки кипелого. Справедливый и беспристрастный. Таким себя позиционирует американский телеканал Fox News. Но в США давно стало общим местом. Fox — это главная СМИ консерваторов. В стране, где выбрали кандидата-республиканца, где обе палаты парламента контролируют республиканцы, Fox — самый популярный источник политических новостей на кабельном телевидении. Именно поэтому скандал так грандиозен. В вечерний прайм-тайм Fox News смотрят в среднем 3 миллиона человек. Среди созвездия многочисленных ведущих Билл О'Райли. Ветеран Fox News, политический комментатор, единоличный лидер телерейтингов. Автор десятков книг-бестселлеров. Апологет республиканской партии США, мультимиллионер, баловень судьбы, любимец консервативной, пожилой и преимущественно белой части Америки. В глазах же критиков. О'Райли — расист, сексист, лжец, провокатор, исламофоб, продажный лоббист интересов большого бизнеса. По данным Нильсен Репорт, одного из самых авторитетных источников телестатистики, средний возраст типичного зрителя программы «Фактор О'Райли» примерно 70 лет. Поскольку бизнес и рекламодатели в частности ориентируются в первую очередь на намного более молодую экономически активную демографическую группу в диапазоне от 20 до 45 лет, Fox давно пытается омолодить свою публику. Как? Вот примерно так. Эффектные, длинноногие, пышногрудые девушки, желательно блондинки, минимум одежды, максимум крупных планов. У дурнушек и синих чулков, будь у них хоть сто дипломов Лиги Плюща, тут шансов нет. И вот в такой, прямо скажем, напряженной обстановке появляются трения на сексуальной почве. Тактика соблазнения новых зрителей пригожими ведущими аудиторию пока не расширила, но сократила штат самого канала. Жертвами столь высокой концентрации эффектных дам на квадратный метр пали, ни много ни мало, основатель и теперь уже экс-глава канала Роджер Эйлс и уже упомянутая суперзвезда Фокса Райли. Эйлс, вот этот сердцеед, был уволен, или как это часто называют в таких случаях, решил уйти, после того, как газета Нью-Йорк Таймс написала о сразу нескольких обвинениях в сексуальных домогательствах в его адрес. Чуть позднее аналогичные неприятности пришли и к Райли. Предполагаемые жертвы открыто или анонимно рассказывали примерно одинаковые истории. Эйлс и Райли в разное время просили или настойчиво требовали интимных отношений в обмен на продвижение по службе. А если нет, то, мол, карьера может и не заладиться. Как выяснила Нью-Йорк Таймс, Фокс, чтобы замять дело, перевел пяти обвинительницам 13 миллионов долларов во внесудебном порядке. Но это не помогло, спекся на работе и о Райли. Категорически отрицая все обвинения, он внезапно ушел в отпуск, вернуться из которого ему уже было не суждено. По иронии судьбы, решение о расставании Фокс-Ньюс со своей главной звездой было принято в тот момент, когда тот встречался с папой римским. Вот бесславный конец карьеры ревностного католика, пропагандиста так называемых семейных ценностей и духовных скреп. Важно, что обвинения в адрес Билла Райли пока не доказаны и перед законом он чист. Интересен, по-моему, тот факт, что обвинения в неподобающем поведении высокопоставленных мужчин в отношении подчиненных женщин на Фоксе звучат еще с 2004 года. Все это время руководство предпочитало смотреть на предполагаемый сексизм сквозь пальцы. Эйлс продолжал гордо стоять у руля канала, а Райли пламенно вещать каждый вечер. Увольнения же последовали только тогда, когда за дело взялась Нью-Йорк Таймс, а фактор о Райли стали массово покидать рекламодатели и, следовательно, большие деньги. Кстати, Фокс – любимый телеканал президента Трампа. И вообще единственный канал, о котором Дональд Трамп отзывается исключительно в позитивном ключе. Совпадение? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова